Арсенал истории Арсенал истории Арсенал истории Там мы прожили пять лет, пока отец там служил в Хмельницкой области под городом Славута. Но сейчас это самостоятельная Украина. Затем отец в академию поступил еще тогда в Ленинграде, там пять лет мы жили. После окончания в 70-м году мы оттуда переехали в Байконур, и отец служил там. Ну а потом я училась в институте после школы, это авиационный институт, но мне все время хотелось заниматься другим. Я все время увлекалась шитьем с детства, сама шила, мне это очень нравилось. Мама все время рукоделем занималась, вот я и вязать в детстве еще начала. И я после третьего курса перелась, сейчас называется Ивановская текстильная академия. Тогда это был просто текстильный институт на швейный факультет. И вот я там еще пять лет проучилась. Потом по распределению я приехала в город Киржач и познакомилась со своим мужем. Он тоже служил, потом мы ездили по лесам, он служил в ПВО, туда, где враг не пройдет, в самых неудобьях. А потом он уже под конец службы переехал вот сюда, в Орехово-Зоево, и он служил за Первой Советской, вот там часть, как люди называют, ОМОНовской. И сейчас она уже расформирована, и вот он там служил, вот так мы и попали в Орехово-Зоево. На самом деле, уважаемые господа телезрители, вот Ирину я увидел на выставке в городском выставочном зале. Рождественская выставка, которая посвящена была всему волшебному, всему необычному. И вот эти вот игрушки, которые здесь представлены, я их тоже видел там. А вот эти вот уникальные, это произведение искусства, я считаю, Ирина, как это вот называется? Ну, это текстильная кукла, вот, и это тоже в том числе. Это образец Тильды, вот сейчас очень мудное направление. Тильда, это что, Тильда? Тильда, это текстильная кукла, это придумала норвежский дизайнер. То есть они делаются не из меха, скажем, да, а из ткани? А вот та игрушка, которую вы делаете в руках, это моя авторская игрушка. Вот типичная Тильда, это вот эта, мышь, вот, это мой дизайн. А так, выкройка, это я взяла из интернета. А все остальные игрушки, которые здесь представлены, это уже, это уже мои работы, авторские. Ну, вот они несут какой-то позитив, какой-то позитивный настрой. Это говорит о том, что вы человек тоже, наверное, позитивный, оптимист по жизни. А вообще, как вы пришли к тому, что именно нужно делать такие игрушки? С чего вдруг пришло? Знаю, что мы в школе, каждый, да, наверняка шили зайчиков из перчаток, там, что-то еще. Но это не перерастало в такую профессиональную, скажем, деятельность? А у вас это все-таки больше именно перерастает вот именно в эту стезю. С чего вдруг? А два года, как я занимаюсь вот этими игрушками, и начинала с простого. Вот брала те, кто был в интернете, знают там, тильдовские летящие коты, улитки, вот эти всевозможные игрушки. Их очень много образцов представлено, уже рукодельницы их много сшили. Вот. И я с этого начинала. Ну, просто был такой момент в жизни. Вот. Очень сильно болела. Была страшная депрессия. Ну, и вот я решила для себя, что надо как-то себя встряхнуть и чем-то заняться таким, чтобы мне было приятно, чтобы мне было интересно. Ну, и я увидела, когда первый раз вот эти вот текстильные игрушки, я почему-то сразу вслух сказала, что это мое. И попробовала. Получилось, понравилось. Первую работу своей раздарила родственникам, знакомым. Ну, а потом уже все, пошла мысль творческая стала. Сначала я применяла свой дизайн вот к готовым игрушкам, а потом стала придумать сама. Вы где-то берете вот идеи, скажем, как сделать ту или иную игрушку? Рисунки какие-то? Или вы сами это придумываете? Нет. Получается все по-разному. Вот эта группа крыс. Вот эти вот замечательные. Да. Вот эти замечательные крысы. Это вот старший Савелий. Началось все с того, началось все с того, что муж сделал вот такую лавочку. И обратите внимание, она покрашена очень густо краской, нарочито, грубо, как будто это детская работа. Муж сделал лавочку, сын подсказал идею. Мама шей, говорит, крыса, который читает газету в пенсне и в домашних шлепанцах. Ну вот, я, наверное, недели две думала, как это осуществить. И сделала выкройку и сшила. Ну, скорее всего, такие вот игрушки, они были популярны в год крысы, когда была год, да? Ну, это, может быть, у кого-то и были популярны. Я ее сделала буквально полтора месяца назад. Это вот новые игрушки. Ну, а потом, после выставки, так как я обратила внимание, что все смотрят на нее, всем она нравится, эта игрушка. Ну, и муж продолжил свое занятие. Следующей идеей мужа была вот эта лошадка. И она функциональная, она еще и качается. Ну, а к лошадке нужно было кого-то мальчика. Вот получился такой Яша. То есть, фактически, полная семья такая. Да, 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 да. Затем были следующие саночки. И тоже вы придумали вот эту следующую... Да, были саночки. И получила следующая героиня Нюша. Вот. Она тепло одета, у ней есть варежки. Как у деток обязательно, они в рукавах, чтобы не терялись. Вот получилась такая красавица Нюша. Ну, вы вот перед началом нашей телесъемки сказали, что болезнь была все-таки тяжелой, да? Но как только вы начали заниматься вот игрушками, она полностью ушла, вот. И дай бог, наверняка, все-таки дело именно в деятельности. Ну, вообще, да. Потому что кто-то пишет стихи, кто-то пишет... Книги. Кроманы, кто-то пишет книги, да. А вы делаете игрушки. Это же тоже, ну, какое-то творчество. Значит, можно сказать, что творчество способно разрушать болезни. Да, я тоже так считаю, что творчество способно разрушать болезни. Во-первых, мозг переключается на другие проблемы. Почему человек болеет? Потому что он все время думает о своей болезни. Вот. А когда ты уже настраиваешься на другое, игрушки – это же позитив. Да. Это детство, это счастье. Это детство, вы впадаете в детство. Ну, в хорошем смысле этого слова. Вот, кстати, сколько нужно времени, чтобы сделать такую игрушку? Вот, скажем, вот. Вот, чтобы шить таксу, нужно два дня. Но это от и до. То есть, вот, ничем не заниматься, а только шить. То есть, я смотрю, здесь вот нет ни швов таких вот, чтобы вот… Как вот все это вы делаете? А это с золотыми руками. Это загадка просто. Но, тем не менее, это очень красиво. Все игрушки, они пропитаны вашей любовью. Это заметно, это чувствуется. Можно ли сказать, что можно шить не просто игрушку, а игрушку-амулет? Да, можно. Можно. Конечно, если вы приходите в картинную галерею, смотрите на картину, вам все нравится? Или вот что-то в одной картине отталкивает, а что-то притягивает? Вот там, где было с душой, с удовольствием написано, человек писал картину и не считал, сколько он получит за нее денег. Вот та картина радует, притягивает, и та продается. А когда человек делал работу, и все время в уме у него щелкало, а вот сколько взять? Вот тогда эта картина никому не нравится. Понятно. Сами вы работаете где? Я работаю в станции юных техников. Сейчас она переехала около центра занятости, она расположена напротив вокзала. Вот. Раньше они на Пушкино были там, в том краю. И на базе вот станции юных техников я работаю, а преподаю в четвертой школе, в четвертых, пятых классах. Ну вот кроме игрушек, есть какие-то еще увлечения у вас? Или вот все, только игрушки и этим все? Нет, не только игрушки. Я пробовала себя в разных... А вы себя считаете художником? Фактически. Затем я делала лоскутные панно. Ну тоже это все связано с текстилем, только немножко другое направление. Ну а сейчас игрушки. Вот игрушки, это же ведь не просто игрушки. Как мы уже заметили, это произведение искусства. Да. То наверняка вы выставляетесь где-то, в каких-то галереях, выставках. Сколько было выставок, какие-то были выставки. Что это? Ну у нас в городе был... Я участвовала пока только в двух выставках. Потому что неизвестно было о широкой публике, поэтому и не приглашали. Первый раз я участвовала в пасхальной выставке в Зимнем театре. А второй раз вот рождественская новогодняя выставка в выставочном зале была. Вот уже в прошедшем году. А также есть еще мои работы в Германии, в городе Ганновере. И в Лос-Анджелесе есть тоже мои работы в музее народно-прикладного творчества. Я напомню всем нашим телезрителям, что программа «Арсенал истории» записывается в уютном кафе «Арсенал» торгового центра «Фабрика». Именно кафе «Арсенал» является спонсором нашей программы. Загляните, обязательно здесь не только вкусный кофе, но и вежливое обслуживание, но самое главное – очень уютная обстановка. А сегодня наш гость – художник по текстилю Ирина Горячева, которая и представляет нам свои игрушки, как она это делает, и рассказывает. Ирина, ну вот есть какие-то определенные заказы от людей, которые хотели бы у вас купить игрушку, приобрести, и хотели бы, вот мы хотим, чтобы вы сделали куклу. Вы делаете вот такие заказы? Да, после выставки у меня был большой заказ для нового магазина. Помните, мебельный магазин на Лопатином был? Да. И там был еще зоомагазин. Вот сейчас в этом магазине открывается новый магазин, и меня попросили сшить вот по подобию Савелия, вот этой игрушки, но только большую, она в полтора раза больше вот этой игрушки, большого крыса. Вот я сшила для них вот такую работу, и они у них сейчас выставлены в витрине. Замечательно. Бывали ли случаи, когда вы, скажем, шьете игрушку, знаете, что это за игрушка, там, либо животное, либо это человек, и вдруг понимаете, что это не то животное, которое вы делаете, потому что получается нечто иное. Бывает. Вы тут же, так сказать, переделываете. Бывает. В том числе вот этот мальчик, его зовут Вовка, он хулиган. Когда я хотела сшить куклу, потому что все зверушки и зверушки, а муж говорит, ну, сшить ты какую-нибудь куколку. Ну, вот я и думаю, дай-ка я сошью вот такого небольшого ребенка годы на три. Шилась девочка, я уже придумала, как я ее буду одевать, платьишко какое у нее будет, оборочки. Все замечательно. Только когда я стала вышивать веснушки, вышила ротик, пришила глазки, я посмотрела, показала близким, мужу, сыну, и они сказали, нет, это не девочка, это мальчик. И все, я пришла сделать чубчик, и получился вот Вовка. А, хорошо, вы это шьете дома у себя? Дома, дома, да. Скорее всего, у вас вся квартира в игрушках? Нет. Нет? Нет. В игрушках у меня только числится Вовка, я его не продаю, это даже не выставочный образец, это друг, друг, вот только Вовка у меня есть. Когда вы шьете игрушку, о чем вы думаете, это для вас медитация своего рода или нет? Вот как человек вяжет, допустим, некоторые вот говорят, нужно вязать для того, чтобы медитировать, более-менее успокаиваться. Когда вы шьете игрушку, что вы испытываете, какие чувства? Ну, когда шьешь что-то новое, интересно посмотреть на конечный результат. Вот, допустим, как заехали в магазин и увидели вот такие яркие ткани, лен вот такой яркий, желтый, оранжевый, коричневый, и я подумала, интересное цветовое сочетание, хорошо бы применить в какой-то игрушке. И вот нарисовала эскиз небольшой, сделала, и вот получалась вот такая симпатяга. А лапки – это идея мужа. Вы не задумывались над тем, что каждая игрушка имеет свой гороскоп? Нет, про гороскоп я не задумывалась. А сами вы кто по гороскопу? Не соотносила. Я весы, весы. Ну, весы, знак, он очень такой, достаточно очень красивый в плане видит все красивое, все… Умиротворяет. Умиротворяет. Вот, может быть, и поэтому вы занялись таким же видом искусства? Да. И зовут-то Ирина, это мирная в переводе с римского, с греческого, вернее. Да, это успокаивает, умиротворяет, приносит радость, удовольствие. Даже игрушки, если их уже шьешь не одну, допустим, такс, я уже шила несколько, вот. Но каждый раз шьешь, вяжешь новую попонку, и образ получается другой. Когда набиваешь игрушку, не знаешь, какой она в конечном результате получится. Ткань – это такая штука, как глина. Она выбирает свое положение, игрушка сама, допустим, поворот шеи, головы. И даже если взять две одинаковых игрушки, сшитые абсолютно по одному лекалу, из одной и той же ткани, они все равно получаются разные. Вам ближе какие цвета, скажем, вот, с каким цветом вы предпочитаете работать больше? А ближе натуральные цвета, вот, как, допустим, лен. Видите, вот натуральный лен, вот, как вот этот кондрат, вот, натурального цвета. Вот это всегда приятнее. И на выставке обращаешь внимание, что людям больше нравится вот такое естественное. Ирина Горячева сегодня гость нашей программы. Мы говорим об игрушках, мы говорим о прекрасном виде искусства, как тильды. Так? Ну, я объясняла, что тильды – это вот только вот это. Вот это тильды. Да. А все остальное – это текстильная игрушка. Текстильная игрушка. У каждой игрушки есть не только душа, но и у каждой игрушки есть свое имя. Да. Вот, поясните мне, как рождаются имена и как звать каждую игрушку. Ну, вот, скажем, вот этих вот замечательных крыс, как звать? Это замечательная парочка. Мальчик на веслах – это Зигфрид. А вообще… Вот это, да? Да, это Зигфрид. А вообще, ласкательные имена у них – Зиги и Бруни. Его нужно просто пониже посадить вот так и весла подвинуть. Так. Так. А барышня – это Бруни, Брунгильда. Почему такие имена? Откуда такие имена? А вы знаете, вот они как-то сами всплывают. Вот если вот этот у нас Яша, это Нюша, кот Кондрат, рыба Корнелия, они сами почему-то вот так вот всплывают, и я даже не могу объяснить, почему. А зайца как зовут? Заяц. Заяц Тихон. Тихон? Да, Тихон. Посмотрите вот на этого Тихона. Замечательный, хороший зайц. Так. Хвостик черненький. Да. Вот. Кто у вас покупает игрушки? Для чего, для каких целей? В качестве подарка, в качестве детям для игры, в качестве сувениров просто? А вы знаете, ну, во-первых, я так много и не продаю игрушки, потому что это трудоемкий процесс. Я работаю, семья, вы понимаете, что я не могу уделять этому очень много времени, но тогда, когда меня попросят шить, я шью. И я обратила внимание, что покупают в основном-то не для детей. Вот для детей берут что-нибудь попроще, а если какая-то сложная игрушка, то берут или для себя женщины, которым за 40, которые уже состоялись, у которых в основном уже выросли дети, и которые не доиграли. Им хочется что-то для себя любимое купить. Вот такую игрушку, которая в душу запала. Вот. Потом меня попросили шить... Одна пожилая дама попросила для своей невестки шить игрушку. Очень красивую. У нее невестка лежала в больнице и лечилась от бесплодия. И вот ее хотелось подбодрить, и она попросила шить очень красивую игрушку, чтобы она не унывала. И я говорю, у нее будет все хорошо. Обязательно. Вы не проследили потом судьбу этой женщины? Нет, она не местная. Игрушку я передала, а я не знаю конечного результата, но я знаю, что все будет у них замечательно. Скорее всего, наверное, у вас будут такие заказы, что будут автомобилисты у вас покупать игрушки, чтобы вешать в салон авто своего. Ну, дай бог. Дай бог. Хорошо. Ирина, ну и напоследок несколько слов нашим телезрителям, которые смотрят эту программу, смотрят на это великолепие, на эти игрушки. Ну, что-то жизнеутверждающее, потому что наша программа, она позитивная, настраивает людей на хорошее. И учит только всему самому хорошему и доброму. Конечно, всего самого доброго, чтобы поменьше было горести, болезней, неприятностей, чтобы наши дети нас только радовали. А тем, кто постарше, чтобы их радовали внуки, их было побольше. Потому что дети и внуки – это наше счастье, это все, это наше будущее, наших семей, нашей страны, нашей России. Так, чтобы в городе Орехово-Зуево было почище, побольше культурных людей, приятного общения, выставок побольше, чтобы узнавали, что у нас тут тоже есть творческие люди. А на выставках, чтобы были такие замечательные произведения искусства, вот как вы сегодня представили нам. Спасибо. Итак, гостем нашей программы, программы «Арсенал истории» была художник по текстилю Ирина Горячева. Я думаю, что вам эта беседа понравилась, вы заинтересовались творчеством Ирины, будете немножечко больше знать о таких вот игрушках, которые делаются из ткани, из текстиля. Напомню, что спонсор нашей программы – кафе «Арсенал» торгового центра «Фабрика». С вами был ведущий Владимир Певцов. Встретимся с вами здесь же ровно через месяц. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!